Вы беспартийный человек? Да. Беспартийный. Да, я вот не знаю, в этом случае, как мне сейчас себя вести. То есть это должно... Это хорошо или плохо? Да. Это должно стыдить меня. Или я... Ну, политика вообще вам близка? То есть вы знаете, сколько партий у нас в Казахстане существует? Кто вам ближе под духом? Нет, политика мне близка. Я, например, всегда смотрю за тем, что происходит. А как я могу не смотреть, понимаете? Потому что это тоже зависит от меня. Я работодатель. Как я могу не интересоваться политикой? Извините, завтра какой-нибудь закон примет наше правительство или еще что-то. Это отразится на мне, на моем благосостоянии, на благосостоянии моих сотрудников? Может быть, вам стоит чаще приезжать в Астану, учитывая ваше желание участвовать в такой социальной жизни страны? Тем более, учитывая вашу клиентскую базу. Я знаю, что там наверняка и депутаты есть, да? Понимаете, когда человек обнажается передо мной в примерочной кабинке и стоит не только в неглиже, а и... То куда уж откровенней. Конечно, мы говорим обо всем. Мы затрагиваем разные темы, мне это интересно. Динар, всему свое время. Подождите, я же только... Я вот только вернулась. Я только вернулась. Да, и я думаю, еще как это к этому отнесутся, кстати, мои коллеги, потому что я вернулась. Я думаю, что многие будут рады. Есть дизайнеры, которые, мне кажется, не боятся конкуренции, да? Потому что, мне кажется, только в конкурентоспособной среде может существовать хороший бизнес. Не верьте, не верьте никогда, если люди говорят, что они не боятся конкуренции. Признать, что я не боюсь конкуренции, это признать, что я сверхдизайнер, опять приравнять себя к какому-то божеству. Нет, нам всем не чуждо... Вот это вот какое-то... Человеческие слабости нам не чужды. Нам не чуждо это самокопание, сравнивание себя с другими. Поэтому все равно где-то так вот есть подсознательно, где-то там внутри опасность того, что меня перепрыгнут, меня еще лучше переделают. Я помню, я как-то однажды спросила у вас, кто диктует моду, да? Вы сказали, это было лет пять назад, наверное, может быть, меньше, вы сказали, что моду диктует улица. И после этого я стала замечать, что действительно сейчас стрит-стайл даже намного интереснее показа моды, да? Тиль городский и сумасшедший, да, он только развивается. Я за то, чтобы наоборот люди начали одеваться как-то необычно. Да бог с ним, пусть он понарешать на себя. Десять колец, пять маек, три рубашки разного цвета. Все, что угодно соберет. Оксана, ну я, наблюдая за светскими персонажами Алматы, мне кажется, что там ярмарка тщеславия, конечно, еще не закончилась. Каждый день думать только о том, что ты оденешь завтра утром и после обеда, мне кажется, это какое-то сумасшедствие. Ну они тоже нужны, динары. Хотя я знаю, например, достаточно много людей, которые уже уходят на духовный уровень, которым уже становится это неинтересно. Вот абсолютно, причем не то, что неинтересно, потому что я не могу себе этого позволить. Нет. Нет, неинтересно, действительно. Это значит, вот тут уже что-то есть. Ну судя по тому, как мы пришли сегодня. А громадонки все эти, ну они всегда есть. Понимаете, их подпитывает та же самая фэшн-индустрия. Их подпитывают глянцы. А для чего же тогда все это? Ну судя по тому, как вы пришли сегодня, я чувствую, что вы вот прям переросли весь этот гламур, потому что в черной вязаной кофточке, очень скромно. Нет, ну во-первых, это не черная вязаная кофточка, а это кашемировый пиджак, ручной работы. От Оксаны Коби. Конечно. Поэтому это не так все просто. Но выглядит просто. Не так все дешево. Выглядит, конечно, не... Выглядит, кстати, дорого. Выглядит дорого, но при этом просто. Ну вот к чему и хочется стремиться, понимаете? Мне хочется поменять стиль. Я не могу больше быть пластилиновой куклой. Я не хочу больше одевать какие-то сумасшедшие серьги, платья. Говорю я сейчас, хотя через пять лет. Все может поменяться. Какие у вас планы? То есть Оксана Коби возвращается, да? С чем она возвращается? Come back. Мой дом моды будет также в Алма-Ате, хотя... Вот может быть нагряну к вам, в Астану, к столичным жителям. У меня есть такие перспективы, есть такое желание. Ну вот не знаю, насколько Астана будет жаждить. Но вам нравится Астана? Моего присутствия. Не очень нравится этот город. Как вам сегодняшняя погода? Погода прекрасная, такая же, по-моему, как в Алма-Ате. И как-то, вы знаете, я всегда, когда приезжаю в Астану, я все хочу достать. Это ваш знаменитый пресловутый Буран. Я никогда на него не попадаю. И вас нужно отдельно приглашать. То есть вам хочется испытать, да? Да, да. То есть вы сейчас, получается, на таком этапе, когда вы даже можете город поменять. Да. Я могу. Вы хоть раз в жизни видели президента? Просто я знаю, что вы очень близки к семье нашего президента. Ну, скажем так, Динара, это все опять-таки слухи, домыслы. То есть я близка, насколько как бы это позволительно, скажем так. Вот. Президента. Вы знаете, я видела президента, вот как вас. По-моему, как-то даже разговаривали несколько слов. Он мне сказал, я ему ответила лет пять-семь назад. Вот. А потом, понимаете, нет, я, конечно, так близко больше президента не видела. И потом я считаю, что президенту президентова, да, богу богов, а ягу егова, так что. Но я часто видела на ваших показах Алию Назарбаеву. Вы с ней дружите, да? Часто, Динара. Вы понимаете, делать то что? Да, я не скрываю, а что скрывать. Вы дружите? Нет, я вам говорю, мы не дружим. Мы общаемся. Опять-таки, мы общаемся не постоянно, а... По работе. Когда это происходит и происходит. Дело в том, что просто Алияна Султановна поддержала меня в 2006 году. И на базе ее wellness club Luxor мы сделали показ. Я помню, это был шикарный показ. И после этого вы мне предлагаете уйти на КФВ? Вы понимаете, про что мы говорим? То есть человек вот, если поставил себе такие определенные рамки, то не надо скатываться. Но, тем не менее, вы сейчас готовы шить предапорте. То есть вы готовы шить недорогую одежду. Это развитие. Я поняла, что это развитие. Было время, когда я была против предапорте. Я говорила, нет, только кутюр. Это произведение искусства. Это штучный товар. Мы вкладываем душу. Как это можно тиражировать? Пришло время, когда я поняла, что без линии предапорте нет развития. Это тоже развитие. Потом, понимаете, за последние 10 лет линия предапорте колоссально поменялась. Если раньше это был какой-то, скажем так, второсортный товар, то сейчас как раз таки это трендовый товар. Отношение к кутюру и предапорте поменялось. Что касается вот тех эксклюзивных вещей, да, моё платье, которое вы шили мне для участия в конкурсе «Миссис Мира», сейчас хранится в музее. Не в музее, а в президентском центре культуры. Это вот с голубым куполом. С голубым куполом, да. Ещё одно платье, я знаю, платье, которое было на открытии, да, в столице, тоже хранится в музее. Для вас это важно? Честно скажу, наверное, нет. Вы знаете, я... Вот если вы придёте ко мне в офис, вы увидите, что у меня на стенах висят картины, ручной работы вещи, антикварные вещи, литографюры. Но у меня очень мало дипломов. Я не собиратель медалей на грудь. Но вам бы не хотелось быть... У меня, вы знаете, я даже не собиратель фотографий. Я никогда не понимала, когда вот надо сфотографироваться, и вот надо сфотографироваться вот именно с ним. Я никогда не фотографируюсь. Хотя я очень многих знаю. Я знакома с Пьером Карденом. Причём как бы мы с ним сидели, разговаривали вот так вот, как с вами. Но у меня нет с ним фотографии, понимаете, потому что я... Я не уделяю этому большого внимания. В социальных сетях вас тоже нет? В социальных сетях? Как ни странно, мой менеджер по пиару сказал, «Оксана Борисовна, пора! Пора, пора!» И вы знаете, я должна сказать, что вот буквально месяц тому назад я открыла аккаунт в Фейсбуке. То есть вас можно найти в Фейсбуке? Да, теперь меня можно найти в Фейсбуке, только единственное, я знаю, что она же позвонила и сказала, «Оксана Борисовна, посмотрите, пожалуйста, свою почту». У вас накопилось достаточно много писем. Ну вот надо зайти и открыть, понимаете, теперь одно дело создать. Это не сложно, потому что на самом деле... Аккаунтицы, или как это говорят? Это же аккаунтицы. Но лучше зарегистрироваться в Твиттере. В сети проходят же разные опросы, да? И вот в одном из список, список красивых, элегантных женщин Казахстана, я увидела ваше имя и фамилию. То есть Оксану Корби считают одной из самых красивых и элегантных женщин. Вот вообще, что для вас красота? Динара, это вы красивая, поэтому вы победили в конкурсе «Миссис Казахстан». Нет, ну это понятно про меня. Я сейчас про вас говорю. То есть я на самом деле считаю вас красивой женщиной, потому что для меня... Но вы преувеличиваете. ...красота начинается изнутри. А, ну вот так. Вот, ну каждая красивая женщина, как правило, боится старости. Вот вы как к старости относитесь? Боюсь. Боитесь? Боюсь, да. То есть я подвержена. Боретесь? Борюсь, да. Конечно. И буду дальше бороться. Как раз таки вот сейчас, когда я вернулась, я понимаю, что мне нужно выглядеть. И я сейчас более того, усиленно займусь своей внешностью. Буду видоизменяться. Надеюсь, в лучшую сторону. Потом из интервью вы сказали, что вы очень серьезно относитесь к тому, что вы носите. Сейчас для вас важно, что вот вы с утра наденете, и что вот именно из-за одежды зависит, как пройдет ваш день. Да, я остаюсь при своем мнении и также требовательно к себе, потому что все начинается с себя, понимаете. Если ты себе начинаешь позволять где-то расслабиться, позволять себе какую-то небрежность, то, конечно, ты позволишь по отношению к другим. Дальше ты это перенесешь на сотрудников, ты перенесешь это на товар, который ты делаешь, на продукт, и получится то, что получится. Я, конечно, не могу позволить себе каждый день быть... Да? Как в том фильме. Ну, я стараюсь, я стараюсь. И хотела бы сказать нашим казахстанцам тоже пожелать, пожалуйста, будьте элегантными, я знаю, это тяжело. Я знаю, что нужно вставать, особенно женщинам, я не знаю, как мужчинам, наверное, так же. Нужно вставать, может быть, на час раньше, когда хочется спать, когда бессонные ночи. Как я стала понимать женщин-мамочек. Боже мой! Как я стала понимать свою маму. Я говорю, мама, я теперь готова тебе реально ноги мыть. Вот... Ну, вы успеваете. Я понимаю, это тяжело воспитывать и поднимать детишек. Но при этом, при всем, пожалуйста, постарайтесь как-то вот более точно накрасить себе губочки, не размазать контур. постарайтесь вот как-то... Платьишко, чтобы именно вот вам шло, не было какой-то растянутой там. Уберите вот эти вот такие-то катышки там. Как мы говорим, когда вещь пеленгуется, то есть это тоже нужно за ней следить, все это убирать, тогда она совсем по-другому смотрится. Вот такие вот маленькие нюансы. Подбейте себе каблучок, который, может быть, и скоптался. Надо, надо, надо. А что касается денег, вот ваше отношение к деньгам. Раньше относилось, честно говоря, никак. А теперь, когда прочитала умные книжки... Нет, мне кажется, что потому, что они были в каком-то потоке. То есть ваш бизнес был на взлете, деньги шли. Обычно о деньгах не думаешь, когда их очень много. Нет, раньше, знаете, я вам честно скажу, не потому, что там бизнес шел на взлете, а потому, что раньше просто, когда я была замужем, скажем так, я больше тратила денег мужа. Я не скрываю, как бы, мне тогда комфортно жилось в этом браке. Вот, он был обеспечен, этот брак. Поэтому я тратила деньги мужа. И... И это было так... И это было так закономерно. Не больно. Да. И безболезненно. Как солнце встает. А сейчас? Сейчас я зарабатываю сама. Ну, даже все-таки не это, Динара. А вот именно потому, что я начала духовно расти, я начала читать правильные книги, повторяю. Я понимаю, что деньги, как я думаю, это живая субстанция. Это организм живой. И к нему надо относиться так же, как к живому организму. Его надо любить, уважать, сильно не баловать. И тогда выйдет толк. Или это будет партнер, или из этого вырастет твой будущий ребенок, который благодарит тебя тем же. Или из этого вырастет абсолютный подонок и дерьмо, который тебе же еще и ноги свесит на шею и будет погонять. Поэтому я отношусь к деньгам, как к живой субстанции. Ну, вы можете себе позволить какие-то очень большие такие, дорогие покупки? Я могу, но не считаю нужным. Пока. Хотя, сказала Оксана, помещение новое купила, машину новую купила. На чем вы, кстати, ездите? У меня Мерседес. Мерседес. Вы, видимо, С-класс последней модели. Ну, нет. Попроще? Попроще. Попроще, да? Попроще. Я слышала, что вы живете в особняке в горах в Алма-Ате. Нет. Я живу в квартире в Алма-Ате. Я, честно говоря, опасаюсь жить в особняке. Пока я опасаюсь. Правда, что вы были замужем за иностранцем? А откуда у меня такая фамилия, как вы думаете? Она типичная русская фамилия. Оксана Корби. Об этом я не подумала. Я слышала, что это был очень обеспеченный человек. Вы знаете, я больше не хочу делать ему рекламу, потому что достаточно сделала ее. То есть, я считаю, что в Казахстане я раскрутила фамилию Корби. Думаю, что супруг до сих пор мне благодарен. И закроем эту тему. То есть, достаточно. Что для вас дружба? У вас есть настоящие подруги? Или же женской дружбы не существует настоящая? Вы знаете, у меня есть одна-две подруги. Все остальное это знакомцы. Хорошие знакомые. не очень хорошие. Средние такие знакомые, мимолетные, но знакомые. Дружба это для меня большая ответственность. Но вы можете доверить вот самым близким подругам, про которых вы сейчас говорите, какие-то такие важные вещи, да, секреты, тайны? Жить научилась, что не всегда и не все можно доверить подругам, даже подругам. А кому можно доверить? Понимаете, ну как вот доверить подругам самое сокровенное? Она же такой же человек. Завтра у нее что-нибудь случится, да, например, там, не знаю, неудача в бизнесе, не дай бог, конечно, да, или там, наоборот, новая любовь, новый поклонник, новый любовник. У нее произойдет переоценка ценностей, и все, что я рассказала, будет достоянием общественности. И все, и все, и кого винить? И подругу? И идти на нее с косой, с кочергой? Зачем? Лучше иногда немножечко помолчать, сохранишь и подругу, и все свои секреты. Это необоснованный риск. Доверять подруге самое сокровенное. Любовь пока в ваши планы не входит? Нет. Но все может измениться? Конечно. Конечно, так произошло с рождением моего сынули. Понимаете, то есть я повторяю, что я не планировала иметь детей, но получилось, что я мама, у меня чудесный малыш, и сейчас я думаю о том, что возможно и не последний. то есть сами будете рожать? Или же готовы к усыновлению, может быть? Я думаю о том, что мне, я бы очень хотела усыновить, возможно. Последний вопрос. Какой мужчина может разбить ваше сердце? Так сказать, пронзить его сквозь его, чтобы вы поменяли свое мнение. Вы знаете, я, у меня чисто внешне сформировался тип, тип моего мужчины. Я точно знаю, какие мужчины меня притягивают. Я не буду сейчас говорить это в эфире, чтобы не обнадеживать так сказать многих, многих наших казахстанцев. Вот. О том, что может произойти, конечно, может. Потому что отца своего сына, вот вы не поверите, я встретила 31 декабря в новогоднюю ночь. Мы с ним познакомились. И когда я рассказала это подругам, первая моя подруга сказала, Оксана, это к чему-то очень серьезному, я тебе точно говорю, это к чему-то серьезному, ну так и произошло, видите. Наверняка есть какие-то качества, которыми должен обладать мужчина. Потому что сейчас с настоящими мужчинами как-то проблематично. Моя мама постоянно говорит о том, что Оксана, нам главное воспитать моего сына, сынулечку Марка прежде всего, чтобы он был порядочным человеком. И я на этой фразе стала постоянно задумываться. И я думала, какой бы мужчина может, какой мужчина может привлечь меня к себе. Я думаю, на первом месте должна стоять порядочность Динара в наше время это днем с огнем. Потому что я вокруг себя вижу очень много непорядочных мужчин. Мужчин, у которых которые, извините, просто моральные проститутки. Я это вижу. Поэтому я бы хотела прежде всего, чтобы возле меня был мужчина именно порядочный. Не сделано порядочный, повторяю. А вот абсолютно с таким хорошим стержнем нравственным. Ну что ж, я желаю вам встретить этого мужчину. Я уверена, что вы его встретите. И еще раз с возвращением Оксана Корби. Я очень рада, что Дом моды Окси снова в строю. Спасибо большое. Вы смотрели программу Статус Кво. И сегодня у меня в гостях была дизайнер Оксана Корби. Всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok